Непозволительно долгий перерыв. После шестилетней паузы в Иванове возобновились соревнования по бодибилдингу и фитнесу на Кубок Губернатора. Порядка ста спортсменов и спортсменок со всей России приехали в город Невец, чтобы показать свои упругие тела. Вообще-то, наверное, одни из самых зрелищных соревнований. И об этом говорит зал. В зале «Аншлаг» у нас на популярных эстрадных исполнителей столько людей не ходят. И смотрите, здесь целые семьи, они же выполняют роль тренеров, они очень переживают за свои половины, которые находятся на сцене. Кубок проводился в 12 категориях. Пляжный бодибилдинг – дисциплина достаточно новая. Воспринимается она пока неоднозначно. Здесь не нужна гора мышц или тренировки, исчисляющиеся не одним десятком лет. Олег работает в администрации Ивановского района. Спорту уделяет 3-4 дня в неделю. И это уже позволяет молодому человеку стать участником соревнований. Это мой первый раз вообще. В этой категории оценивается просто внешний вид. Там нет какой-то произвольной программы. Просто как физическое состояние мужчины. На сцене – девушки. Категория – бодифитнес. Яркие купальники, упругие тела, незнакомые с целлюлитом. Грация, мышечность, тонус кожи. Жюри рассматривает участниц словно под микроскопом. Марина приехала на соревнования из Москвы. Работает фармацевтом. И 7 дней в неделю уделяет своему телу. Первый совет – это, конечно, по питанию. В первую очередь это 70% успеха. И второе, конечно, силовые тренировки плюс кардио. Обязательно нужно себя держать в том месте, чтобы своей цели добиться. Категория – классический бодибилдинг. Мужчины – рост до 180 сантиметров. Первым в дисциплине выступает Сергей из Московской области. В спорте он уже 20 лет. Сейчас занимается тренерской работой, но и о своем теле не забывает. В данной дисциплине он уже неоднократно становился чемпионом и вице-чемпионом России. Первое, что считаю, чем можно победить в классике – это пропорции, соответственно, хорошее качество мышц и чтобы не было явных дырок. Дыры – это именно работа над пропорциями, чтобы ты выглядел как статуэтка. В этих соревнованиях Сергей Нефедов тоже одержал победу. Жюри посчитало, что его физические данные смотрелись более выигрышно на фоне соперников.